Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Владикавказ, Курск. У делу международной акции примают молодые миротворцы с пяти регионов России. Увагуле у них насыщенная программа, якую завершить четвертого красавика митинг-реквием на мемориальном комплексе у Лоеве. А сёння школьники пришли до Гомельского кургана Славы. Это, правда, особливое место. Тут собранная земля больше, чем 100 месяцев, где подчас Великой Айчинной войны здесь сняли подвиг червонармейцы и партизаны. Миротворческая встреча – добрая махчимость ящеразно гадать молодзи Беларуси и России об этих падеях. И это одна из причин, по которой акция «Мы разом» потребуется по обо двух боках границы. Поддерживают это движение миротворческое и поддерживают желание детей дружить, знать друг друга, знать обычаи, традиции, любить друг друга, уважать друг друга, жить в мире и согласии. Протягивая традицию, сёння у Курган Славы уносится земля еще с 5 месяцев воинской славы. Московского музейно-мемориального комплексу «История танка Т-34» – мемориалу «Дарога мужности», який находится у Санкт-Петербурга. Мемориального комплексу «Курская дуга» – Кургана Славы у Смолинску и мемориала Славы у Ладикавказа. Это не первая совместная акция миротворца в Беларуси и России. Об этом так само узгадывают удельники митингу «Каля Кургана Славы». Бывали на территории Беларуси и в Минске неоднократно были, и в Брестской крепости наши дети несли вахту памяти. И вот в последнее время, на протяжении последних семи лет принимаем участие в миротворческой деятельности. Неоднократно были в городе Гомеле на встречах миротворцев. Детям очень нравится. Еще одно совместное мероприемство на «Аллее героев». Падеи Великой Айчинной закранули шмат, якие семьи в Беларуси и России. Братские похованные – святые места для представников обеденных краин. Что году России и Беларуси проходят марши миру, детячие лагеры дружбы, фестивали и конкурсы. Это позволяет не только усталевывать больше тесные партнерские совести, а лея обмениваться опытом по выхованию молодого поколения на боевых традициях. В середах ученых пропанул больше масштабное осветление Падеи Великой Айчинной у сродках массовой информации и с устречи с родными удельников войны. Мы встречались на Поклонной горе с внуком маршала Советского Союза Говорова. Это великолепный внук очень хорошо рассказывал не только о своем дедушке, но и о том, какой вклад он внес в историю страны. То есть с такими людьми общение для детей, это, наверное, будет кладец информации. Гомельский этап международной миротворчей сустречи «Мы разом» завершается посадкой Дреу на Аллее Миру и яднанья 27-й средней школы. Мест собрано не выпадково. ГТ1-я у Гомельской области установа адукации, якая мая официйный статус школы Миру. Олег Синчеру, Наталья Игнатенко, Валера Игапанько, телерадуя компания Гомель.